Ребята, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео и я уже очень близко приблизилась к вам, потому что сегодня мы с вами будем тестировать для меня две новинки. Это тональный крем от L'Oréal, вот этот тональный крем, который называется Infallible, и также вместе с ним мы протестируем новую кисть, новую кисть от Luxe Visage, кисть Кабуки, которую очень все хвалят, которой все очень довольны, поэтому давайте начинать, поехали! Так, ребята, как вы можете заметить, у меня отличается цвет лица от цвета шеи, потому что вчера я использовала белорусский автозагар совсем немножко, совсем чуть-чуть, потому что тональный крем у меня с желтоватым оттенком, с желтоватым протоном, я уже писала в комментариях, что покупала его специально для тех дней, когда я более загорела, когда я использую автозагар, поэтому вот так. Тональный крем у меня в 22-м оттенке, натурально бежевый, и я уже вам говорила, что это стойкий матирующий тональный крем, и L'Oréal нам обещает 24 часа носкости этого тонального крема. Тональный крем не имеет никакого дозатора, я обычно люблю, когда есть дозатор, но здесь такая маленькая помпочка, в которой непонятно, сколько продукта выходит, потому что я привыкла, что мне нужно два нажатия обычной помпы, обычного дозатора, но здесь вот где-то вот столько. Тональный крем я использовала, и всегда зимой в матирующие крема, точнее, этой зимой всегда в матирующие тональные крема я добавляю одну каплю масла, драгоценного масла для лица, у меня это масло от Vitex, и тогда получается эффект не супер матовый, не наглухоматовый, и моя кожа себя прекрасно чувствует, и дополнительно матирующие тональные крема ее не подсушивают. Переходим к нашей кисти, красавица от Vitex Visage, очень плотно набитая, очень мягкая и приятная кисточка, ни одного отрицательного отзыва про эту кисть я не слышала, поэтому надеюсь, что сейчас я буду просто получать истинное наслаждение, и набираем все это дело на нашу кисть, и будем ее носить на лицо. Я всегда ношу точечно, а потом уже с помощью кисти распределяю, боже, какая она мягкая, что сразу бросается в глаза, что она мягкая. И да, она, конечно, прекрасно набита. Тональный крем мне определенно нравится по оттенку, потому что с моим автозагаром это, видите, как хорошо смотрится, практически стопроцентное совпадание. Совпадание, попадание, попадание. В общем, вы меня поняли. Также не обращайте внимания на мой вот этот вот палец, как-то некрасиво его показывать, в общем, на этот палец, потому что у меня лопнула кожа прямо возле пальца и ногтя. Я не знаю, что за причина всему этому явлению. У меня это уже произошло второй раз на протяжении зимы. Первый раз, когда я сняла ногти, была вообще без ногтей, без гелевых ногтей, вот такой вот казус произошел. И сейчас этот же казус произошел второй раз. Я помазала просто этот палец йоном, потому что очень сильно он болел и очень сильно пульсировал. Пульсировал прямо палец, я прямо чувствовала, как он пульсировал, поэтому ничего мне не помогало. И я пару дней назад даже пила, пару ночей назад пила ибупрофен, потому что ничего мне не брало, чтобы его обезболить. И потом начинала смазывать йодом, потому что все мази типа декспонтена заживляющие, они мне вообще не подошли. И, как мне кажется, все стало только хуже. Ну как вам финальный крем в один слой? Мне определенно нравится. Кстати, насчет кисти то же самое. Мой новый фаворит, однозначно. Очень удобно ей все наносить. Конечно, не очень удобно прорабатывать в эту вот зону возле бровей, потому что брови я охватила на это видео, чтобы, ну, хоть что-то чуть-чуть на себе иметь перед тем, как начать снимать это видео. Поэтому, да, возле бровей мы чуть-чуть проработаем. Более мелкой кистью, кстати, у меня есть тоже более маленькая кисточка, более мелкая кисточка от Luxe Visage. У меня их три в коллекции, и я вам буду сегодня еще эти две кисти показывать, просто потому что раз зашла речь про кисточки, почему бы вам не показать остальные кисти в действии. Но из всех трех кистей, которые я вам покажу, вот эта однозначно самая лучшая. Однозначно она самая-самая достойная и восхитительная. И смотрите, насколько, используя вот это драгоценное масло, используя одну каплю масла, становится финиш у тонального крема живой. Насколько он не полностью матирующий матом, насколько он, не знаю, он не стал сверкающим, сияющим, насколько он смотрится естественно на коже. И так как я уже использовала это масло, когда пользовалась тональным кремом от Catrice несколько дней назад, то я знаю, что в течение дня осень хорошо и комфортно будет себя чувствовать кожа. И осенью легко ощущается тональная основа на коже, она не будет никуда забиваться, ни в какие складочки, и не будут подчеркиваться никакие шелушения, потому что все-таки тональная основа мои матирующие. Поэтому для меня это такой важный аспект, учитывая то, что кожа у меня не прямо сухая-сухая, но она достаточно сухая, учитывая то, что у нас сейчас зима и такое активное топительное сено. Я даже не знаю, хочу ли я наносить второй слой тонального крема, потому что мне очень нравится, как все это дело смотрится именно в один слой. Все легло ровно, все легло красиво. И, ребята, теперь давайте я вам покажу еще кисточки от Luxe Visage, которые у меня есть. И первая это вот такая кисточка, опять-таки черная ручка, у всех этих кистей черная ручка, и такой вот металлик на вот этом стержне. Вот, если в сравнении, то вы можете посмотреть вот эту кисточку, я не совсем, если честно, поняла, для чего она. Мне все-таки кажется, что это кисть для того, чтобы использовать консилер. Но если кто-то использует ее для других целей, то напишите мне в комментариях, потому что как-то для других целей я пыталась ее использовать, но она мне подходит не совсем. Консилер у меня от Essence, мой любимый консилер Camouflage. Это у меня 05 оттенок, который называется Aivory, я его просто обожаю. И, не знаю, с одной стороны мне хочется попробовать другой консилер, мне хочется попробовать консилер от Catrice, который тоже называется Camouflage. Очень мне хочется попробовать консилер от Maybelline, который с такой помпочкой идет, мягкой, силиконовой на конце. И так вот он с помощью этого, не помпочки, с помощью этого спонжа круглого распределяется под глаза, потому что очень часто его вижу именно на зарубежном ютубе у девушек, и все его хвалят, все говорят, что блин, вообще он крутой. Плюс он супер увлажняющий и подходит для такой возрастной кожи, кожи, у которой начинают проявляться первые возрастные изменения. Поэтому, с другой стороны, хочется попробовать этот консилер. Поэтому, если вы чем-то пользовались из этих консилеров, также дайте мне знать обязательно. Так, консилер будем наносить в зону вот эту вот под глазами. И также я обычно люблю наносить немного консилера вот сюда. Да, почему я заговорила про другие консилеры, потому что этот консилер у меня уже заканчивается, просто я выжгреваю последние крохи из него. Еще он мне нравится, потому что это супер классный консилер, который можно использовать в качестве базы. Это однозначно ему плюс. У меня все тени на этот консилер ложатся супер плотно, супер хорошо. Никаких никогда нету проблем с тем, чтобы что-то скаталось на веки. Поэтому он такой, достаточно плотный, так скажем, и достаточно хорошее дает для этого покрытие. И, ребята, с помощью вот этой кисти я нанесла, пока болтала консилер, вы видите, что отлично она наносит консилер. Она не слишком маленькая, но при этом у нее такой, как заостренный немножко кончик, поэтому она во все вот эти вот места хорошо, так скажем, проникает и хорошо все эти места прорабатывает. Также, если вы используете какую-то базу, я удобно эту базу растушевать, потому что, опять-таки, она не слишком маленькая и времени тратится гораздо меньше. Но при этом, благодаря вот этому кончику ее, такому острому, конусообразной форме, она очень неплохо справляется с этими задачами. Итак, ребята, по ходу видео начинаю вспоминать, про что вы мне еще спрашивали. И некоторые продукты, которые я вам до этого не показывала, точнее, показывала в своих покупках, в каких-то подарках, но не показывала их действий. И некоторые из этих продуктов я хочу включить в это видео. Сегодня я вам также покажу из моего набора подарочного некоторые средства, и это будет карандаш для бровей, это будет помада, а Шанель, либо а-ля Шанель, там прямо баталии возникли и такие дебаты по поводу, что это за набор и подделка это или не подделка. Меня этот вопрос как-то мало запустит, потому что для меня косметика это мое развлечение и хобби. Но я как-то стараюсь не сходить с ума по этому поводу, и если это подделка, я отношусь к этому точно так же ровно, как если и то, что это оригинал. И чтобы вы понимали, что я имею в виду, для меня нет разницы, где я покупаю косметику, если эта косметика классно работает. Если я купила палетку, либо там однушку на Алиэкспресс, я дала за нее 5 долларов, и она работает ничем не хуже, чем однушка, например, от Makeup Geek, и там однушка стоила 20 долларов, тут однушка стоит 5 долларов. Но они работают одинаково, они идентичны, они в течение дня ведут себя одинаково, то почему бы и нет? Я не вижу в этом вообще ничего зазорного, ничего плохого. И вариант наоборот, что так же очень часто бывает, когда ты покупаешь косметику, которая стоила энное количество денег, и ты потратил на нее такую круглую сумму, но она тебе вообще не нравится, она может вызвать аллергию, она может тебе не подойти. Например, те же консилеры дорогие могут так же скататься, как консилеры за 3 доллара, там за 5 долларов. Поэтому для меня самое главное, чтобы продукт косметически работал и приносил мне пользу, приносил мне удовольствие от его использования, а не то, чье имя на нем написано и изображено. Поэтому да, такое маленькое отступление, маленькая ремарка. И давайте я вам покажу первое, это продукт для бровей. Он идет с вот такой щеточкой на одном конце, и на втором конце идет карандаш. Но я вам уже сказала, что брови я оформила, и этот карандаш мне не подходит по оттенку. Я вам сейчас сделаю слотч, и вы увидите на слотче он, ну вот моя бровь, вот этот оттенок. То есть он слишком светлый, мне он, к сожалению, с моим теперешним цветом волос не подходит вообще, поэтому пока он идет у меня в сторонку. Вот кисточка малышка, кисточка такой, полубочонок, полукарандаш. Я даже не могу сказать, что это из двух вариантов, она не карандаш, потому что кисточки карандаш обычно идут гораздо более узкие в конце, и они идут в меньшей форме. Но она и не бочонок, поэтому это такой средний вариант. Ребята, последний штрих это помада, помада, которая также шла в наборе. Помада красивого, красного, красновато-вишневого оттенка. Она не такая, как ее передает камера, она не настолько оранжевая, она больше уходит в вишневый оттенок. Я уже вижу по картинке, что немного камера искажает цвет. Помада дает наполовину глянцевый финиш, он ближе все-таки к сатиновому, он не глянец-глянец. Очень комфортно наносится, наносится прямо, скользит по губам, как маслица. Очень мне нравится оттенок, оттенок выбеливает зубы, что можно, наверное, заметить. И, ребята, давайте теперь делать выводы по поводу тональной основы, по поводу кисти. Я думаю, все понятно, кисть однозначно моя любовь, моя находка, и никаких претензий нет. Классный ворс, мягкий ворс, отлично все распределяет, отлично прорабатывает даже вот эти вот зоны вокруг носа, никаких неудобств она мне не доставила в использовании, поэтому кисть 5 из 5. Тональную основу я вам напомню, что мы разбавляли маслом драгоценным от Vitex, и поэтому тональная основа не стала супер матовой, и она потеряла немножко в плане плотности. Все-таки масло ее подразбавило, и консистенция у нее стала немножечко другая, поэтому это нужно учитывать. Наносили мы ее в один слой, и в один слой она перекрыла небольшие веснушки, веснушки она перекрыла однозначно на красноту, покраснение на щеках, она нанесена в один слой, и финиш она дает прекрасный, очень красивый, живой, натуральный, мне она подошла прекрасно по оттенку, учитывая мой загар. Что еще хочется добавить? Она абсолютно не проваливается в поры, не подчеркивает ни одну пору на лице, и у меня это было с тональным кремом от Catrice, который я тестировала перед этим тональным кремом, и она мне не подчеркнула ни одну морщину, ни носоговую складку, ни одну морщину на лбу, то есть вы все видите сами, я не использовала пудру, не фиксировала ничего пудры, и прекрасно она смотрится на лице, отлично смотрится, ничего нигде не подчеркивает, ни шелушения, ни, опять-таки повторюсь, никакие морщины, поэтому мне абсолютно понравился ее финиш, и я пока абсолютно ей довольна, поэтому сейчас я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok